Заключение надзорных органов получено, последние строительно-монтажные работы завершены. Здание лицея ядерных технологий в городе Атомщиков сдано. Подписи печать на документе поставила министр просвещения и образования Ульянаск области Наталья Семенова. Но прежде вместе с председателем правительства Владимиром Разумковым осмотрели лицей. В здании подключили воду и отопление, подрядчики устраняют мелкие замечания, выявленные при проведении проверки. Мы уже месяц здесь начали собирать оборудование. Мы сейчас работаем по дизайну нашему проекту. Ну и быстрее-быстрее это все оснастить для того, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность и наконец-то начать принимать наших первых воспитанников, наших первых учащихся. Лицей в Министерстве просвещения называют образовательным комплексом нового типа. Причина тому – комфортные условия обучения и современное оборудование. В классах для младшего блока предусмотрены индивидуальные парты для каждого ученика. В старшем блоке аудитории выкрашены в разные цвета, под отдельные предметы. В каждом кабинете – компьютеры, проекторы, мультимедийные доски. Актовый зал на 320 мест будет оборудован видеостеной. Вот здесь мы находимся. Это у нас столярный мастер-стай, но это старое название. А вообще здесь будут стоять 3D-принтеры, здесь будет стоять лазерный станок реверовальный и станки с ЧПУ. Один большой профессиональный и два еще ученических. За физическую активность школьников будут отвечать два спортивных зала с нескользящей поверхностью и хореографический зал. В лицее смогут проводить региональные соревнования. Само учреждение будет иметь естественно научный профиль. А в профориентации учеников задействуют работников Димитровградских городообразующих предприятий. Эта школа позволит нам, первое, конечно же, решить проблему города Димитровграда по уходу от второй смены. Собственно говоря, это такая большая задача по всей стране, которая поставлена президентом, чтобы детям было комфортно обучаться, развиваться, чтобы была возможность дополнительно заниматься в рамках дополнительного образования. Конечно, удобно учиться в первую смену. Напомним, строительство нового учебного заведения началось в 2020 году по нацпроекту образования. Из федерального бюджета на эти цели было выделено порядка одного миллиарда рублей. Первые ученики сядут за парты нового лицея уже 1 сентября. Анна Тищенко, Улправда ТВ.